Вверх Желательно Прямо? А то некоторые яйцо Стригут Тут надо подращивать Прежде чем Что-то говорится Тут криво все Видно криво все Специально Это еще надо отращивать Это криво Вот здесь нету На макушке Я ютуб канал веду Единственный мастер в Казахстане У кого прямые эфиры Ютуб канал Стрижек Единственный по Казахстану У меня в российский Рутуб канал есть Да Меня россияне вообще обожают Единственный у вас мастер в Казахстане У меня вешеные просмотры Когда включаю У меня вешеные просмотры У меня уже У меня уже У меня уже Блаки, комментарии Блать Не по работе не пишут Что он макерец Астерлодушенец Это интереснее Типа селения Блать я им говорю Матерятся самые честные люди Которые вас не обманывают Да Доказано бед наукой Да Все Такие ельные Закомленные Вся Тешие Ну и что что я зарабатываю там 4 миллиона И что от этого блять Я должна оставить блять как они все Что да мне похерам блять И вообще Как то слово Деньги для меня Вряд На последний Все считают деньги Когда вот клиент заход В парикмахер сходит Они считают О Бабки пришли Ох А я их считаю В конце рабочего Наверное На хера мне их читать В течении Неравно То что заработали Да А то и будет Господи Что мне считать Однажды У меня в поселке Один старик был И у него там Пять огня было В сарае стояли они Ага И сына постоянно Посмотри Сено дай Воды дай Посмотри Сено дай Воды дай Они в сарае стоят Никуда не уйдут Куда дай они И отец говорит Посчитай Посчитай И сын говорит Не пять А четыре А пятый где Пятый выбегал Выбегал Говорит Потом отец Ну что они Стоят Стоят Куда они Зачем их считать Ладно Воды дай Сено дай Ну считать Кто зайдет Блять Да Такие люди Все сказали Про деньги Да Ты сначала Качество Сделаешь Чтоб человек Ушел Да вот Ребенок Сегодня свадьба Завтра свадьба Завтра свадьба Вахаше Да Завтра кто у нас Завтра у меня Один служащий Сашу Сударьбейба И Ляман сегодня Женится Ахтарики Университет А сам не местный Сам не местный С поселка А это здесь недалеко Завтра Завтра Вообще Я рекомендую Сейчас я выровневаю Торку Хорошо В тысячу раз Волосы Торчащие Но чтобы он не торчал Ага Надо вот после шампуня Вник бальзамом Купить Когда пишут На шампуне Написано 3 в 1 Бальзам Шампунь Это Полная Вользам Вользам Шампунь Шампунь Да Волосы Мы сейчас помоем Волосы будут лежать Вообще Мелко Хорошо Он мягче станет И меньше будет Крутиться Он чуть-чуть Волнистый Маленько Он будет более Прямим становиться У меня да Волосы такие Они будут Постепенно Постепенно Более Кремим Я Когда был Пацаном Голосы Давно Даже Глаза Накрывали Волосы Потому что Стричь не умеют И вот эти Бахимбарды Меня Так Закупили Да Волосы Волосы У меня Там Какой-то Бальзам Стоит Шампунь Купим Бальзам Вот Это хорошо После Шампуня Шампунь смыли Бальзам Не обязательно Какой марка Шампунь Волосы Шампунь Бальзам Бальзам Они сейчас Одного Они пишут Профессиональный Ой Блядь Сейчас покупаешь На заборе Хуй написано Там Хури живут Я обычно так говорю Только ясно Написать можно Все, что хочешь Быть сейчас Был бы мой отец Живым Вам бы я его Настырскую Кромерскую Вы бы пока Его стригли Как бы заобщались Украинцы Мама Хабаска Он Люди Когда Любят Нас Люди Врать Любят Любят Так Ну Бока Лысы Не Любят На лысы Да Звучит Нужно Посолить Не Это понятно Мальчик кател на лысо, чуть не упал, на лысо, на лысо. Некоторые стараются, делают, как барана обстригают в конце, вот так, в вашей голове. А что стараться? Глаза боятся, руки делают, если ты умеешь. А если ты не умеешь, что ты застараешься? Стрижка – это искусство. Это художник человек должен быть. Просто я не рисую, например, карандашом, красками, я рисую машинкой. Все, я художник по головам. Зачем это? А если люди, блядь, не умеют, они идут в парижская, я там. У меня три высших образования. Пришла в парикмахерскую, взяла ножницы и все. Сама была шутка. Дома в Хайвай. Папа владелец фирмы СПО Белосервис, взяла за КамАЗу здесь, в Караганде. Миллионеры. Он говорит, какой стричь, ты что, дура? За кем ты идешь? И что, я тебя-то учил, за границей училась. Сколько языков знаешь, я говорю, ну тебе надо, ты учи. Это, работай там, а мне не нравится. Ну, отец, главное, вас учил, что-то взял. Да, я ему говорю, теперь же говорю, я же у тебя денег не прошу, че ты. Да, любой родитель для ребенка, в случае, желает. Ну, я здесь, в какой-то воде, зачем меня? Да я сегодня переживала, вода там подставили, что-то начали делать, вот так. Блядь, ему воды не будет еще, шакалы. Да. А я не умею стучать, если у меня воды. А-а-а. Говора должна быть, по 10-10, по-моему, там. А-а-а. Как не понимаю, как вчера они отключили я. А, ну? Нет! До 2 часов сидела, ждала. А-а-а. Шакалы, блин. Я с 6 утра начинаю работать. Я тут, выхожу за? Российский комик, знаешь, вот этот, масле-комик, что ли. Ага. Он же говорит, положили асфальт. А, снег пошел, положили асфальт. Положили асфальт, будут менять трубы. Да. Казахстан. Да. Один, один, два, три. У нас так и сделали. Они сначала, опять, оставь, положили, а начали. Потом, где опять, там, асфальт положили, там, опять, дык-дык-дык, вот эти, блин. И так. Всякие, вот эти, как же, камеры наставили. А что, пловки-то? Да, а что, пловки. Дороги все, радио, вон, не. Я сначала, говорят, дороги сделать. Вчера утром подхожу, вот, взял джиперик. Ну, недорогой. Вырезался в метровскую машину. Ну, кто виноват, что у нас такие дороги берутся? А он ехал в метки на этот парень. Я за ним наблюдала. Я и шла, и он мне на глаза, что он едет. Ну, с вами был ты. Нет. Я говорю. Ну, он, по сути, не виноват, там, дороги такие. Он на кочку наскочил, машину повернула. А тут рядом джиперик, в Миндовской. И он в Киев старахнул. А они там разбули. Думаю, что я сначала дороги уже сделали, вот. Потом людей наказывали. А сейчас попадет парень. Да. Да, что. Дорог нету, да? Ну, это, чтобы штрафы будем бешеные. Бешеные. Насчет штрафов, это вообще. Сейчас даже по WhatsApp говорят, осторожно, там, что посылаете. Вообще, сейчас ушло. Вот у меня у клиента жена, позавчера он был. В общем, 720 тысяч тенге штрафов. И 800 часов отработки. Она в Акимате работала. Короче, какую-то бабу послала. И она написала. Да, написала заявление. Все, посуду присудили, блядь, 720 тысяч. И 800 часов отработки. Улицу убирать, блядь. И здесь. 800 тысяч тенге, это сколько, блядь? Весить сабины? Да. И тем более же рабочий день же они 24 часа, блядь, пока их отработали. Да, иди сюда. Я ему говорю, что, блядь пришлось, блядь, с Акимата уволиться. Заебали, туда ходят. Чтобы не позориться, говорили. Теперь, говорит, дома сидят и прячутся от них. Я говорю, пиздец. Договорилась, говорю, по WhatsApp. А, они доказательства? Да, на WhatsApp она пошла. Да. Получилось, что и не та пошла, а она сама пошла. Конкретно пошла. Да. Вот, говорит, я в шоке, я ему, когда я с твоей женой говорю, блядь, тоже в шоке. Говорит, что это он так, вот, да не выдержали, блядь, не разума, блядь, сдерживаться чуть-чуть. Я что понимаю, блядь, ну, чуть-чуть надо лизы, подержать. Вот, не сдержалась, а так взяла зарядную ткань. Да, сейчас же все грамотные, блядь, сразу до суда. Да, до конца. Да, все. Вот, и шубнили человека, в вызове полицию, напиши, зови его. Ну, типа, говорят, он уже все равно успокоится. Зачем заводить, блядь, блядь? Человек сможет задуматься, сказать, что и ладно. Да, хотя бы на завтрашний день. Да, не буду лишний раз, а то точно кто-то до суда доведет. А это, кто твоя линия написала, как интересно, кайфу или блядь? Конечно же, а счет? Ей же, и сейчас еще она же на моральный иск подаст. А-а-а. Это же 720 тысяч только государство. Да. А сейчас она еще подаст моралку? Да, не, ничего. Сейчас же будет еще моральный иск она будет выплатить. Она сейчас потребует 3 миллиона. По миллион пятьсот одобрят. Сейчас с этим, блядь, еще не готова. М-м-м. Сейчас вообще, сейчас страшное дело. Да, куда не посмотри, сюда не смотри. Клюну в 15 тысяч. На свай закинул, 96 штук, мы не увидели. А-а-а. Можешь платить. Хорошо, что масса сигаретов. Иногда бывает, хочешь покурить, и урны не будет. И ходишь, ищешь в урны. Пока до урны не найдешь, покуришь, блядь, еще не найдешь, а курт туда бросать. Курт в корман, блядь, складывать. Да, и уже закучил, покурил, не охота дальше урны еще. Техночно с темой. Они вот сейчас это, сами бы, блядь, сначала наделали все это хозяйство. Они говорили, блядь, ничего не этот. Да. Нигде ничего нет, если подойдешь к мусорке, батья на полное. Да, блядь, это вообще другое было. Как-то в Карагате я курил, и митера подошел. Я говорю, что урны, а я говорю, брат, я сказал, урну покажи, где. В общем, варил, давай, урну нажеп, я там буду постоянно курить. Нет урны, я сказал, что мне делать? Да, в кармачку вложат, вот. Не курил, блядь, да? Нормально, он сам катался, ладно? А то некоторые сбываются. Да, давай, да. Далее, руки чуть пластели, блядь. Да, да, какие-то фига. Вчера гаишник останавливают. А у меня в машине мясо лежало. А вопрос? Да, вот, при заезде. Мясо, документы. Если я говорю, документы нет, в своем мясо. Да, вот, или я, меня, когда-то ослал. То, все, он говорит, ну, что, пили, что, вот, все там. Дал я, ну, пять тысяч штрафов, и пищу, а, ну, ну, ну. А знаешь, что ты говоришь? Да, сейчас мясо, то, все, я говорю, я ничего не нарушил. Я говорю, блядь, не своровал, по крайней мере. Да, ну, говорит, я же не знаю, я так не своровал. Ну, я говорю, мама рядом, типа, пазанная женщина будет мясо вороваться. А, мама. Он говорит, друг подъехал, нам надо послевать. Да, именно, по-моему, это дело. Я говорю, да, я говорю, брату, чем государству пять тысяч платит, да вы, я тебе отдам, нахуй, здесь. Он говорит, не, нам, не надо, не надо. Я сам испарчиваю весь крови. Да. Надо было сказать, это человечина. Такси вызвала, езжу домой поздно вечером. Нет, менты останавливаются. Я сидела-сидела, блядь, вижу, что-то не то. Вышла. Они этому хватают, говорят, а он, ну, этот, ну, простой дядька, господи, ну, видно же, блядь, это там простая машина, маза, что-то такое было. Они ему говорят, слышишь, мы теперь пить хотим. Он говорит, мазачи, типа, иди. Они мне говорят, я вышла. Я говорю, а у нас, говорю, еще что, камера в машине. Я сделала вид, что я знаю этого дядя. Я говорю, напились, а? Сели в машину, он сел, такси, они ему говорят, держались. Он мне говорит, а вы кто? А я ему говорю, смысл? Он говорит, так, у меня же нет камеры. Я говорю, в смысле, у меня же сотка была, вот так. Говорю, есть она, а у вас нет. А он утренок висел какой-то, они подумали, что реально камеры. Еще отпустили, мы поехали, они тут сразу же. А он говорит, блядь, первый раз в жизни, говорит, кто-то вышел, говорит, за меня. Обычно я тут этим козлам, говорит, да пошляй, ну и дурак, говорит, сам себе. Говорю, нахер они нужны, говорит, вот. А он говорит, они, говорят, постоянно кто попить, кто еще что-нибудь, блядь. А-а-а, по рекору у нас, блядь. Да, да, от отсюда, до него, каше, останавливает, попить хочу, это хочу. Иди, блядь, заработать, купить, смысл, блядь, вы не в такие же зарплаты, блядь, как у вас. С чего, вдруг он тебе должен попить, купить, ни хера, блядь. Ну, шлаган, видит, не сядь, не отрядится. Может, что хочешь сделать, что ли? Ну, а у нас, блядь, стиль. Ну, что ли, ну что ли? Чего, по-другому уже ли? Да, я думаю, мои волосы так, никто не может попить. Нет, ну что ли там стычь-то, глаз, вы что там застрелок? Станите, сейчас, еще, сейчас, четку переделаю. Тут просто ровно надо стричь волосы. О, нет, хорошо лежать. Филировать такие волосы не разрешайте. Они вот филируют их, от филировки они еще больше торчком. И утром встаете на голове жопа. Керамида. Да, 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 да. Вот, это из-за филировки. Такие волосы не филировают. Я всегда в бакетке. Вот. Видно? Все, сейчас помыл, просто высушил, пошел. Вот так тоже надо делать, да? Вот, идеально лежат. Какая расческа? Еще, ничего, тут надо. По-моему, это шел. Половину, как-то, как-то отламывается. И еще, просто ей сам не сможешь. Она сам не сможешь. Это что-то. И то. У нас, да, да, у нас поукрошения одни не улетают. А вот это вы шапкун как намазали, что-то. Это пацанка. Пацанка, смазка, да? Да, смазка сделаем. Угу, что больно не будет. Что, косые сделаем? Или прям? Вам доверюсь. Ага, знает, куда посылали. А он ходил один раз. Я его один раз наказала. Ага. Я стала, я буду полюбить. Много лет я уступила. Да. Пришла с будущей женой. Меня занят. Подождать можно? До восьми вечера занято. Нет места вообще. Она у меня до восьми вечера занято. А вот чуть-чуть. А тут он пришел со своей будущей женой. Сидит. Вышли. Короче, когда я ее уступила, я ему подошла, говорю, сейчас выйдите. Она тебе скажет, больше сюда не пойдешь. Ага. Выходит, она ему говорит, больше к ней не пойдешь. Ага. Он на свечу стрижку один приходит. И как угадали. Я говорю, сразу увидела, носите, ты был. Не важно. Пиздец, ты мой. Да, он попал, где-то. Что-то дела. И где ты стрижаешься, да? Да, да. А он говорит, ты знаешь, говорит, я же тебе не говорю, где ты подстреляешься. Если ты хочешь, как баран, чтобы я выглядела. Смело, вот, пойду в другую. Ага. И тут он, короче, я-то это запомнила, а тут он запил. И он мне не пишет, только подстричься. А где он, ну, что ты? Твоя сказала, поведет тебя к своему. Пусть, блядь, тезда и ведет. Вот я так и знала, что сейчас так скажете. Я говорю, ну, она же сказала, блядь. Ну, она же поздно в прошлый раз сказала. Я говорю, ну, я же в прошлый раз не знала. Ну, вы же заказывайся, вы же так мне сказали. Я говорю, не, ну, надо же, блядь. Чтобы ты на ее стрижку, ты на ее свадьбу, ты пришел как баран. А на свою я тебя возьму. И справлю я его, говорю. Я говорю, о, блядь. Ну, у него вообще волосы очень тяжелые. Да, у него очень детская. Вот. У нас на 17-м соседка была. И диками чуть-чуть. Ну, надо, наверное, думать, ну, я нахожусь. Любовь. Ой, ну, там, блядь, и все, и они еще пока все. Ну, я его стригу почти со школьностью, и что же я, блядь. Конечно, мы друг о друге все знаем. Мы с ним пиздит, на нее внимание не обращаем. Я ему шучу, и сейчас, да, видишь, она тебе так, чуть-чуть, и в натуре выходит. Ой, блядь. А я ему говорю, иди сходи, и дикует, говорит, на узоку, как по парку пойдешь, а после узоку и опять перестри губы. Вот, покажи ей, что. Не возникало, чтобы. Ой, а вы что, не будет так? Не надо так, вот. Здесь можно и в бок, можно и прямо, как пожелать, можно даже разделить. Просто, как фантазия ляжет, он будет по-любому ездить. Офер с бальзамом кому-то? Да, ладно. Красивый парень, не очень, да. От листки, да, могут чуть зависеть. Да. Честь рассказать, с ребенками знакомлюсь, думают, важный, что-то. Они так думают. Да, у меня отец был однолюбом, у меня тоже там однолюб. Другую до сих пор не могу дать. Не так и надо. Один раз женился, и все же. Я один раз замуж, слышь, а нахуй. Развивайся, и скажи, а нахуй надо. Больше не хочу. Теперь я замужем за клиент. Сидко. Сидко. Диарно. Пиво-пилы. Ладно, без наврать прогулки. Нет. Никак. Бесполезно. Если мы пристава водка, то мы пристава водка. Ну, не все вот это. Нормально. Зачем? Некоторые вот такие скулы хотят. А мне эти скулы самому не нравятся. Поправиться-то нормально. Там сам организм, когда надо, тогда и поправиться. Да. Начнет разлагаться нам. Да. А там у меня просто друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА